За 45 лет работы очистных не было ничего подобного, говорят сотрудники. Перед сдачей дежурства они ежедневно спускаются на дно резервуара для очистки фильтровальных решёток. Это делается вручную. Операторы обязаны вымыть их и сдать в чистоте и порядке. Этим и занимались погибшие Елена Поварницына и Вера Галямова. Марина Богаткина трудится в системе водоканала уже 16 лет. Женщина утверждает, средств защиты тут никто не видел. Какая защита? Валенки вон износились до дыр, а новые не выдают. Людмила Коровина, мать погибшего Романа, также работает на водоканале. Она уверена, главная причина смерти её сына – нарушение правил техники безопасности и охраны труда. Между тем, работать людям приходится в заведомо агрессивных средах. Мимо проходишь, бывают такие выбросы, дышать невозможно. Чем только не пахнет. И нефтепродуктами, и эти вот красками, и эти вот, как эти вот, разводят этот... Ацетоном. Ацетоном вот пахнет. 3 июня ситуацию на предприятии в очередном номере осветила местная газета «Чайковские ведомости». Публикация вызвала в городе большой общественный резонанс. Однако гласность понравилась не всем, а редакцию начали терроризировать. Пока по телефону. Раздался звонок. Представился человек Шайдулин Булат Зинорович, главный инженер МУП «Водоканал», который в грубой форме, значит, угрожал мне по телефону и сказал, что, значит, мне будет хуже, и бросил трубку после этого. Затем ещё было два звонка, но уже на сотовый телефон. Номера не определились. Значит, мне угрожали, что проколют колёса на моей машине. Значит, ну и всякие некрасивые, несоприятные вещи говорили мне. Журналисты опасаются за свою жизнь и здоровье. Напомним, 26 мая по факту гибели людей следственный отдел по городу Чайковский возбудил уголовное дело по статье 143 нарушения правил техники безопасности или иных правил охраны труда.